Они же играли ее с Элчарити. Я еще не смотрел, я еще не смотрел. Я копал огород, у меня не было времени смотреть доту. Срочно, да, типа, внутри ветра, вколите. И вот это будет на заставке, вот прям в самое интро. Типа, я копал огород, у меня не было времени смотреть доту, я клянусь. Столетняя война. А она такая вообще тухлая, эта война, это просто бевец. Я вот вчера написала Кириллу на эту тему, говорю, у меня так много мыслей по этому поводу, хочу их как-то структурировать, боюсь что-то забыть. И я реально вчера перед сном начала их структурировать. Написала кучу пунктов каких-то просто подряд сама себе в Телеграме. И вот один из пунктов для меня в этой теме, то, что меня больше всего раздражает, это является ли вообще вот эта тема предметом для какой-то общественной дискуссии. То есть что меняется в мире от того, что это годами, просто реально буквально годами обсуждается вот в интернете. Когда хорошо обсуждать какие-то темы публично? Когда ты пытаешься привлечь внимание к проблеме, ну, вот какого-то регулятора. Вот из последнего актуального, не знаю, там, домашнего насилия, про которое постоянно говорят в интернете, потому что власть говорит, типа, никакого домашнего насилия нет, ничего не будем делать. И вот разворачивается общественная дискуссия, чтобы люди знали, что проблема существует. По поводу пиратских стримов. Valve, блин, знают, что проблема существует. Они пришли и сказали по поводу этой проблемы, чуваки, стримьте, что хотите. То есть на что рассчитывают студии, превращая все это в общественный срач публичный? То есть что мы добиться пытаемся этим? Нет, студии, насколько я понимаю, пытаются добиться того, чтобы просто соблюдались те самые правила. Потому что никто не против стримера, который будет сидеть без баннеров, без альтабов на букмекерские сайты, без чего-либо угодно упоминания, там, устного и так далее. Просто сидите в свое удовольствие, смотреть. Вот как все говорят, да, такие все альтруисты, обалдеть. Вот я просто ради своих зрителей смотрю доту. Ну да, ну альтабы себе по четыре раза заигру на букмекеров и ставочки делаю в лайве. Ну ничего страшного. Вот. И если бы люди действительно хотели просто посмотреть дотан со своими подписчиками, они бы просто зашли, включили, все поубирали и сидели бы себе спокойно стримили. Ну разве не так? Ну мне кажется, это вроде бы справедливо. И если так буду делать, то у студии не будет аргументов, ну, то, чтобы банить, не банить. Ну, они сами поймут, ну окей, чувак там что-то себе стримит и стримит. Но нет, ты заходишь на любую трансляцию, а там все просто обвешано. Все. Вот в чем проблема. Да, но это, мне кажется, ты сейчас озвучиваешь свою позицию. А в том числе со стороны там комментаторов и приверженцев вот этой теории. Звучат же фразы о том, что давайте вообще обирать игры из Дота ТВ. То есть давайте, ну, вообще, то есть вот эта история, которую у Valve продвинули с тем, что можно стримить без каких-то баннеров и реклам, даже эта история не устраивает многих. Да нет, ну такого я на самом деле не сильно знаю. Ну, потому что очевидно, что люди, они просто не будут этого делать, понимаешь? Вот если сказать, что давай там условный кто-нибудь, там, не знаю, там Айсберг, Шадовех, еще кто-нибудь, просто уберите себе все баннеры и стримьте 24 на 7. Вот идет турнир неделю, да, ты встаешь в 8 утра и до 8 вечера, с 8 утра до 8 вечера. Хреначешь, все, без баннеров, без донатов, без ничего. Это будет соответствовать условиям, которые Valve опубликовали, да, то есть это не коммерческое использование, ты вот в свое удовольствие этим занимаешься. Ну, хорошо, занимайтесь. Я просто, мне просто любопытно посмотреть, будет ли хоть один такой боец, именно из более-менее именитых, который отважится такой по 12 часов в день хреначить вообще без какого-то, ну, монетизируемого выхлопа. Понятно, что все делают это ради, ну, ради монетизирования, но, блин, это же наглость в высшей степени, если написано, что нельзя этого делать. Вы делаете просто, надеясь на то, что вы попадете в какую-то, обойдете какую-то лазейку, да, найдете куда-то встрянете, и вас за это не накажут. Ну, вот и все. Это, я имею в виду, позиция этих стримеров, которые... Ну, вот опять же, как общественная, и мне никакую дискуссию назвать, это срач просто, как это поможет повлиять на ситуацию? Может быть, нужно как-то коннектиться с платформами, с Твичом, с Ютубом? Нужны более ясные правила, и все. Ну, камон, добро пожаловать в мир Valve игр. Нет ясных правил. Я понимаю, Маш, я понимаю. Они постоянно надеются на то, что рынок сам себя... Отрегулирует. Разрулит, да, да. И очень часто он себя разруливает, но вот в этой ситуации мы видим, что же реально уже годами этот срач идет, реально срач. Просто ничего не меняется. Но я не знаю. Я очень надеялся на то, что правила будут более какими-то конкретными, потому что сейчас они очень размыты. Трактовать их можно совершенно по-разному, и люди пользуются этим, и поэтому до сих пор этот срач продолжается. А по опыту взаимодействия с платформами, например, с теми же? То есть там Ютубом недавно забанил стримера, который в португальском виплей комментировал или что-то такое. По опыту взаимодействия студий с платформами. Насколько охотно они вообще идут на баны, насколько охотно они реагируют на страйки? Или вот ты жалуешься в Twitch, да, что условный айсберг там комментирует твой турнир? И как реагирует Twitch, что он говорит? Valve вот дают ссылку на новость Valve или как это происходит? Платформам пофиг, абсолютно. Они во избежание того, чтобы не встрять в любой из этих срачей, банят все, на что приходит DMC. Я сам был жертвой DMC и запроса от виплей в свое время. И я когда общался с Twitch, они сказали, что вообще этого быть не должно, потому что конкретно касательно игры Dota 2 мы эти запросы даже почти не рассматриваем. Ну, потому что есть вот это официальное правило, где стримить можно все и все такое. Нам это практически не нужно. Но вот в твоем случае мы непонятно по какой причине приняли этот самый запрос. В итоге, да, и в итоге я с ними сильно ругался, они там все поснимали, но суть не в этом. Суть в том, что платформе намного проще удовлетворять все жалобы, и они так и делают. Они сходочного удовлетворяют все жалобы DMCA, которые тебе для того, чтобы подать, тебе нужно составить там огромное заявление, указать все пункты, правообладать. Там, короче, куча пунктов. То есть ты просто так, не знаешь, не зайдешь. Поставишь галочку, типа, пожаловаться и забанить. Вот. И поэтому платформа, она все это удовлетворяет, чтобы самой не встрять в эти разборки. А потом уже, постфактум, они начинают разбираться. Была ли это там жалоба правомерной, если ты заполняешь контр-DMCA? И вот, и потом они только-только начинают разбираться. Но это просто вот эти юридические проволочки, в которых они не хотят участвовать. И у них везде прописано, что, ребят, если мы узнаем, что вы что-то там где-то нарушаете, мы сначала вас накажем, а потом будем разбираться. Ну разве это не ставит студии в более выгодную позицию перед стримерами? Потому что студия пожалуется, стримеров все равно забанят. Он все равно потеряет, как бы, время и там все так, и деньги, да, возможно. А уж там пока разберутся, пока его это все обжалуют, уже как бы и турнир кончится. Ну на ютубе вроде как есть тема с тем, что если ты обузишь эту фишку, то тебе прилетают страйки другого характера. То есть если ты неправомерно подаешь жалобы и начинаешь обузить эту тему, то банят непосредственно тебя. Мне кажется, вот в этом проблема может заключаться для самих студий. Они-то, конечно, пообузят, но как долго это будет продолжаться, непонятно. Но вообще, да, вообще с платформами, с площадками, это, мне кажется, самый реалистичный сценарий, который бы можно решать. Вопрос в том, насколько просто этим платформам надо. А оно им, в скобочках, нахрен не надо. Мне кажется, вообще Valve тут в самом большом пролете, потому что, ну, действительно, они должны регулировать эти правила. Они кое-как размыто дали свою позицию по поводу того, что, ну, не размещайте никаких рекламных там баннеров и прочих, которые там противоречат, да, с турнирными, с турнирной эксклюзивностью, так сказать. И такие, ну, а там дальше вообще сами разбирайтесь. Но это тоже не дело, типа. Они должны какие-то, не знаю, ну, не свод правил. Вообще, я уже давно говорю о том, что Valve, как минимум, должны назначить одного человека, хотя бы одного, на доту вторую, как есть такой комиссионер, да, там, чувак, который вот курирует какие-то вопросы по киберспорту. И все, как бы, знают, что... Его найдут и убьют через 2 недели. Просто гарантирую. В Valve нету таких людей, там, даже Бруно, по-моему, да, то есть он, ну, 24 на 7 не занимается такими вопросами. Вот. И, как бы, из-за этого очень много таких проблем возникает, которые, как бы, там, комьюнити кое-как там с помощью драмы, Reddit и Twitter постоянно выясняют. Это вроде как идет в какой-то момент на спад, а потом заново вот эта волна наступает, и заново мы обсуждаем одни и те же вопросы. То есть такое же было уже год назад. Все всегда из-за размытости правил, да. Все именно поэтому. Тут у меня есть такая ремарка из области философии, что Valve, они же вот эти вот позиции сами разберутся, они придерживаются во всем. И, в принципе, всех это, по большому счету, устраивает. То есть мы там смотрим на каких-нибудь Blizzard, которые банят Пепе, да, и думаем, боже мой, вот эти авторитарные издатели игр, как, типа, вот с ума сойти, у нас вот все по-другому. И когда Valve нам дают свободу во многих других аспектах, нас это устраивает. Нам кажется, что все круто. То есть мы прекрасно понимаем, что у многих людей вряд ли сложилась бы профессиональная карьера, вряд ли бы они комментировали турниры, авторизованные разработчиком, если бы этим разработчиком были, ну, я имею в виду в Доте, да, если бы этим разработчиком были Riot или Blizzard. То есть мы, на самом деле, наслаждаемся этой свободой и кайфуем от нее. Но когда оказывается, ну, а теперь нам кажется, когда мы теряем бабки, что все-таки свобода — это полная фигня, нам нужны жесткие правила. То есть мы же принимали правила игры до этого? Слушай, мне вообще фиолетово. Я вот свитерну, стримаю, там, чилю, отдыхаю и все такое. Я о том говорю, что да, что... Ну, я даже говорю это с точки зрения человека, которого это касается, ну, вот, вообще, типа, никаким боком. Потому что я тоже могу быть на месте этих стримеров, да, и сидеть там что-то обузить, там, рофлить и лутать бабло. Но я почему-то этим не занимаюсь. А кто-то почему-то этим занимается. Да нет, да понятно. Ну, на самом деле, у всех сторон, никто не может быть независимой стороной, потому что у всех есть свой интерес. Очевидный интерес у студии турнирных операторов, причем не просто интерес какой-то, знаешь, идеологический, а интерес материальный у студии турнирных операторов, материальный интерес у этих стримеров, И на самом деле есть интерес у зрителей Потому что зрители-то все в один голос говорят Все правильно стримеры делают Я не хочу слушать Каспера и Годханта Я хочу Жекича слушать То есть у них тоже есть свой интерес в этом смысле И меня эта тема очень интересует Потому что я работала и на студию, и на ТО И я как бы и зритель еще Я только вот не стример, который пиратит все подряд Да, но как зритель Я тоже, наверное, тяготею к разнообразию контента Но в то же время я понимаю, что это как бы Нездоровая, неэкологичная тема Что люди действительно вкладывают деньги, ресурсы И все остальное в турнир А кто-то просто Просто зритель для зрителей это сиюминутная радость Нужно понимать одну простую вещь Это сиюминутная радость Да, сейчас вы можете наслаждаться тем Что там и Жекич, и Богдан, там еще Там ребята, в общем, все стримят Все такие хо-хо-хо-ха-ха, все классно Мы можем посмотреть турнир, где играют лучшие команды Там за какой-то призовой фонд и все такое Но подумайте, смогли ли вы эти ребята Стримить или даже участвовать на этих турнирах Если бы самих турниров не было Ребята, алло Но у вас не будет контента, который вы пиратите Если вы будете продолжать его пиратить Или он будет, но будет хуже качества И все будет сходить на нет опять Ну это же, блин, это так логично Но при этом почему-то И зрители, да, я понимаю, я сам зритель Да, я сам могу зайти, покликать там кучу трансляций Посмотреть кого-то, кто мне интересен Но я понимаю, что в долгосрочной перспективе Это руина А не продуктивное решение какого-то вопроса Да, сейчас я порадуюсь и все будет классно Но как человек, который чуть-чуть глубже В этой теме разбирается Я понимаю, что все может разрушиться Вот буквально и гг Да, но, понимаешь, это как Это как с вырубкой лесов Или поеданием мяса В долгосрочной перспективе Это будет все тоже очень плохо Но, тем не менее, миллионы людей по всему миру Не отказываются от этого Ну, пофиг, да Ну, мы не можем требовать от людей Такой степени осознанности То есть Нет, я хочу, чтобы люди просто понимали хотя бы это Не обязательно даже Вот я там, да, понимаю про вырубку лесов И про мясо, как ты говоришь, да, и про все остальное Но при этом я это как бы выбор принимаю Я хочу, чтобы люди в целом были больше осведомлены О вот этой обратной стороне того, что они делают И на кого-то это может повлиять На кого-то может не повлиять Это обычная жизнь, да, понятное дело Ну, мне кажется, это может повлиять на кого-то из широких масс Да, то есть Задумываясь о том, зачем это все выносится Почему это превратилось в многолетнее общественное обсуждение Я подумала, да, что у этого есть какая-то образовательная функция То есть я даже сама хотела там что-то написать И думаю, вот у этого будет какая-то образовательная функция И люди, которые под каким-то неправильным Или только под одним углом видят ситуацию Они еще знают, что есть какой-то другой угол Но вряд ли это затронет конкретных стримеров Которые на этом живут Вряд ли они подумают Ради лучшего будущего Я не буду стримить Я пойду куплю хлеба И на этом все Они все равно будут продолжать это делать И поэтому нужен внешний регулятор И если Valve не могут быть этим регулятором Им должны стать платформы Ну, короче, мне просто кажется Что это должно решаться на другом уровне Вот у нас, у команд Был ряд проблем и вопросиков Были какие-то требования к турнирным операторам И команды просто взяли Собрались, устроили такой между собойчик И пошли эти вопросы порешали Знаешь, типа профсоюза Об этом нигде не говорить Ни один из вопросов, который был поднят и решен Нигде не обсуждался в паблике Просто собрались и решили И я подумала Может быть студиям тоже стоит собрать что-то типа профсоюза И каким-то образом этот вопрос С потенциальными регуляторами Обкашлять А потом знаешь, что я поняла? Это очень джентльменское соглашение А потом знаешь, что я поняла? Так у нас же студии находятся В долбанном состоянии Холодной войны Периодически силы меняются Периодически эти дружат против этих Эти против этих И этого просто никогда не случится И это тоже одна из проблем Которая стопорит решение вопроса Нет, ну слушай Если дело будет касаться Конкретно материальной точки зрения Я думаю, что это то, что может объединить Все студии фактически И... Получается, проблема не такая уж и острая Раз до сих пор они не объединились Нет, ну знаешь Это как враг моего врага Мой друг Вот типа такого правила здесь работает Поэтому, да Тут понятно, что ради достижения Какой-то общей цели От которой всем будет хорошо Я думаю, все-таки могут Собраться вместе и все порешать Кстати, вы мне можете объяснить По поводу вот этого денежного состояния То есть насколько вот эти стримеры Кусок пирога так отламывают Что вот это все случается Ну типа, какой сильный демедж Вообще наносится То есть По вашему опыту Потому что, ну многие люди Этого не понимают Я, например, тоже не понимаю Насколько силен ущерб Вот этот Пару дней назад Вице-президент ESL Писал у себя большой тред в Твиттере Я могу где-то что-то перепутать, переврать Но это неосознанно Поэтому можете зайти к нему И почитать там В этот Твиттер В общем-то Он как раз и писал Что их общие потери Суммарные по маркетингу За последнее время И в принципе За счет этой истории Падали там до порядка 40% Именно рекламные Потому что Да, там откусили кусочек Здесь откусили кусочек И вот бульдог его спрашивал Слушай, ну вот у меня там 8 тысяч У вас там 40 тысяч Но это же не 40% На что как раз ему Вице-президент отвечал Что да, это фактически Ну не те числа Но суммарно Совокупность факторов От потери В том-в 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 том В разных местах Она вот примерно На таком уровне И это достаточно большие числа Причем Ну так как он чувак Который непосредственно в теме То его бы мнению Я доверял Несмотря на то Что он и заинтересованное лицо То есть он может Немножко там Свою сторону Что-то где-то подкручивать Но тем не менее Ну мне кажется Что ТО Они действительно Короче Мы как-то Под одну гребенку Ставим ТО И студии Мне кажется Что ТО Очевидно в большей степени Страдает от этого Хотя потому что Они больше денег тратят На приведение турнира Чем студии На покупку прав Ну конечно Вот Когда я размышлял О покупке прав В частности Вот в случае С нашими студиями В целом Вьюершип Короче Вьюершип Киберспорта И в частности Вьюершип Доты Он же упал Довольно Ощутимо Помнишь Были хорошие времена Когда мы на Турнирах Старладера Которые даже не обладали Статусом Майнера По-моему тогда Собирали по 200 тысяч На русской трансляции А сейчас мы такие цифры Собираем Типа когда На самых крутых турнирах Наверное в году только И все Ну да-да-да Вьюершип упал Но при этом Права стоят Дороже и дороже То есть стоимость прав Увеличивается А вьюершип падает И мне не кажется Что краеугольный камень Вот этого Вот это Как это назвать Вилка Как это вообще назвать Короче расходится В разную сторону Обратная пропорция Какая-то возникает Проблема вряд ли В стримерах Проблема скорее Слушай ну проблема Опять же в том Что студии воюют И грызут глотки За права друг к другу Перегревают рынок Предлагают бешеные деньги Когда эти права Столько не стоят И вот на фоне А что надо В этой студии Всех распустить На фоне вот этих вот Вот этих вот проблем Ну реально там Какой-нибудь Джекич Айсберг Такой существенной Уроном наносит Я сейчас не говорю Про турнирных оператов Я говорю просто Про студии Которые тратят деньги На права И там на Продакшн какой-то Нет Так если бы Джекич Айсберг Писали вы там Турнирному операту Например Говорят Так ребята Хорошо Сколько Я например Должен вам заплатить Чтобы я совершенно Легально Стримил там Ваш турик И мы там с вами Не ругались И меня не банили Как это делают Собственно студии Да Формально это так и выглядит Вот И И если бы они там Забашляли денежку Определенную Ставили бы там уже Кого хотят Каких хотят спонсоров То есть превратили бы это Действительно в рабочий Такой бизнес проект Вообще бы вопросов Не возникало Ну блин Если бы у Джеки Чайсберга Были инвестиции Как у некоторых студий Может они так бы и делали Но они На самокуправимости сидят Ну там инвестиции нормальные От бейтеров Я слышал хорошие Хорошие инвестиции заходят Я думаю Несоизмеримые С инвестициями Которые получаются Нет понятно Понятно Но я думаю Что к ним и ценник Может быть другой применим Пробовал ли кто-то Слушай Ну в смысле Как ценник другой применим Я организовываю турниры Я хочу продать права Я могу залутать на них 200 тысяч баксов А могу залутать 40 гривен от Айсберга Ну что я выберу Нет Это понятно Ну надо же общаться В индивидуальном порядке С разными организаторами Я думаю Какому-то организатору Если там понятно Если там фулл эксклюзив Покупается Это одно дело Я имею ввиду Какой-то крупной студии Но если это просто Одна из приобретенных Ну права приобретенные Одной из студий Есть же эксклюзивные Не эксклюзивные Там разные есть форматы Это типа Ты купил права Там грубо говоря За 10 тысяч На то чтобы транслировать На русском А потом еще по тысяче Продал Шадовеху Айсбергу Еще кому-то Ну поэтому я и говорю Еще и с этого заработал Я говорю что Да-да-да Что есть эксклюзивные права Они стоят дорого И есть права не эксклюзивные Они стоят дешевле Просто у нас обычно Все упирается в эксклюзивность Потому что есть Типа одна трансляция Официально на русском Одна на английском Одна на китайском Одна на еще чем-то Вот Это какой-то Это на самом деле Клевый Идеальный какой-то мир Но мы же все понимаем Что люди никогда Не будут платить за то Что они могут получить бесплатно По крайней мере наши люди Ну да, естественно Да И опять мы упираемся в то Что нужно чтобы кто-то Пришел и сказал Что если ты не будешь Платить за права Ты будешь получать по жопе Ремнем Кто-то, да Кто-то должен прийти И это сказать Да, но опять же Кто-то должен регулировать ценник Потому что турнир может прийти И сказать Да, оплати мне 10 тысяч Тогда стримим что угодно Это же тоже необоснованная история будет Ну конечно Это уже рыночная экономика Ну она всегда работает Так вот к вопросу Рыночной экономики Вот ситуация Стримеры Отнимают у студии Часть дохода Воруют зрителей Тыры-пыры Но при этом Почему-то Студии готовы платить За права Все больше и больше денег Почему так происходит Потому что если не купят Они, купят другие Получается для них Это по-прежнему рентабельно Игра стоит сверху? Нет Это не рентабельно Вот в том-то и дело А вот зачем тогда? Почему? Вот опять же К вопросу регулировки рынка Это на перспективу Это многие вещи Многие проекты У нас в СНГ Они в целом Киберспортивные Работают на перспективу Конечно, конечно Если ты сейчас Не отожмешь этот рынок Если ты сейчас Не закрепишься В этом рынке Прям как серьезный игрок То есть вероятность Что через год Два или пять Когда этот рынок Станет большим И прибыльным Тебе будет габела И поэтому сейчас Многие В огромный минус Для себя работают За счет инвестиций Это прям вот Чуть ли не Короче, все, кто работают Те так и работают А кто так не работает Тот, собственно, уже и не работает Ну вот, да, да, да Те, кто отказываются Работать в серьезный Минус для себя Они со временем Действительно выбывают Но при этом Они не работают Минус для себя То есть они вот работают С рациональной точки зрения С точки зрения Именно не работа на перспективу А работа сейчас А кто-то приходит Бросаться деньгами И да, и поэтому Рынок перегревается Очень сильно Поэтому зарплаты У некоторых игроков Колоссальные Поэтому и Права на трансляцию Могут стоить Там какие-то Космических денег Это, да Связано в первую очередь С этим На перспективу Я тут сейчас вспомнил Вот эти Слухи про то За сколько Майнкаст Купил права на ESL На три года И такой Чисто можно было Футбольный клуб Себе на эти деньги Какой-нибудь Второй руки Третьей Поиметь И заниматься Можно было уехать На Гавайи И жить там себе Спокойно Еще лет 80 Нет 80 лет Ты не прожил бы Настолько денег Мне кажется Ну только если совсем Прям знаешь Так Подзатянуть пояса Подзатянуть пояса Нормально у тебя там пояс Пояса из пальмовых листьев Подзатянуть Да Из алмазных пальмовых листьев Какой у нас по итогу Получается Итог Короче Нужен Регулятор Вернее Он есть Да Но Нужна конкретика Просто И все И мы об этом-то и говорим Понимаешь Я не против того Чтобы Valve Разрешат Вообще всем Все подряд Стримить Я не против того Что они запретят Всем все подряд Стримить Мне Интересна Конкретика Потому что Сейчас Получается Могут И одни делать Что хотят И вторые Делать Что хотят Кроме Как у них написано Коммерции В плане Битвы между студиями Когда они друг у друга Не могут Тырить контент И так Очень очевидно У меня есть Острое мнение Я не знаю Насколько Рома Ты потом будешь Со мной После этого общаться Давай Студии Сейчас Русскоязычные Мне кажется Немножко Проседают По качеству Со стороны И комментирования И какого-то Контента Вообще Общего Который они выдают И зачастую Я выбираю Смотреть англоязычную Трансляцию Нежели чем Русскоязычную Не потому что Я там хочу Английский учитель Еще что-то А потому что Мне Просто приятнее Даже послушать Людей Которые Вот тут Сейчас я аккуратно Скажу Не осуждают Постоянно Какую-то команду Например Осуждаю А как бы Понимаешь Нейтрально Рассказывают О матче Вот То есть Мне кажется То что Практически У всех Русскоязычных Комментаторов Есть такая Не знаю Почему Откуда это берется Но наверное Это связано С тем Что какое-то Боление Что-ли За своих Да То есть Ты никогда Не представишь Что англоязычные Комментаторы Будут Например Ох Сейчас Нигма Перевернет Да Давайте посмотрим Что сейчас Нигма Будет делать О Какие классные Мувы Сикрет Дерьмо Да Нигма Вообще Молодцы Такий Класс Не ну слушай Я тебе скажу То есть этого не может быть Вообще Ни в каком разе Может быть Ты тут не прав Потому что если Команды представляют Два разных региона И есть например Североамериканская Команда И команда Откуда-то Из Юго-Восточной Азии То Как раз таки Американской команде Будет уделяться Намного больше Внимания Ну я Я был свидетелем Таких вещей И Ну это везде Это просто Человеческая натура Но у кого-то Просто может быть Итого больше У кого-то меньше Тут я с тобой соглашусь Что иногда Действительно Бывает Перегибается Я пару раз Смотрел матчи Где просто Камера была На одной команде Минут 30 Наверное Вот это кстати Пойнт был Я помню Я не помню Не буду сейчас врать Кто это был Кто-то Русскоязычный комментатор Комментировали Матч Нави И это были не Нави Против кого-то Там Да там Сикрет или еще кого-то Это были Нави По-моему Против кого-то Тоже из СНГ И камера Нави были за Радиент И просто с Радиента Камера перемещалась На Дайер За весь матч Только когда там Трон несли у Дайеров По-моему Все Я с тобой Согласен Да Полностью согласен Такое бывает Это факт Тут вообще глупо спорить И Я был свидетелем Таких вещей Да Короче Мы должны Одну вещь Принять за истину Что дело Совершенно не в качестве Что студии могут Выдавать Офигенную Конфетную Миллионбаксовую Картинку Сажать лучших комментаторов Мы все понимаем Что предпочтение Того или иного комментатора Это же вкусовщина То есть В студии может сидеть Не знаю Там просто Воплощение Профессионализма Просто ЛСОР может в студии сидеть Но все равно Есть люди Которые пойдут смотреть Папича И ты ничего с ним сделаешь Это вопрос аудитории Да То есть Опять же Это аргумент Который любят приводить Работяги в комментариях Что вот Студии с такими-то бюджетами Не могут конкурировать Блин Ну если я Люблю шадовеха ЛСОР не сможет с ним конкурировать Я все Включу его стрим Ну хоть отресли Ну типа того Да Маш Ты вот права Это тоже очень важная Точка зрения Меня тоже часто Сталкиваюсь с тем Что люди говорят Вот там студии что-то не могут Студии там Не вывозят конкуренцию Какая конкуренция Чувак сидит в трусах Дома комментирует игру А что вы говорите Какая-то Конкуренция в плане чего Ну в плане того Как ты выглядишь в трусах Например Да Ты можешь конкурировать С папичем Сможешь отжаться Столько раз Сколько он Я не знаю Не пробовал Короче Я просто о том Что тут дело ведь Да Совсем даже не в конкуренции Что конкуренции Студия может поставить Хорошую камеру Там не знаю Выставить хороший свет Посадить хороших людей И все сделать хорошо Но кто-то реально будет Просто сидеть Смотреть джекча И я могу быть в их числе И это просто так работает Еще очень хороший поинт Что часть На самом деле Это поинт Который играет Больше на стримеров Чем Ну То есть Он против аргументов Сути работает Что Довольно приличная часть Везде по-разному Но приличная часть Зрителей Которые смотрят турнир На канале стримера Они не уйдут смотреть На официальную трансляцию Этот же турнир Даже если стример не будет стримить Потому что они пришли Ради стримера А не ради турнира То есть Грубо говоря Если дрыдуху Смотрит 10 тысяч человек Сегодня он стримит Мафию А завтра он стримит Турчик какой-то Он может не подрубать На турчик Из этих 10 тысяч На официальной трансляции Будет только там 4-5 Потому что остальные 5 Пришли на дрыдуху смотреть А не на турчик Ну это уже вопрос Да Касательно Каких-то больших ребят Которые действительно Занимаются чем угодно Которые просто стримеры У них просто своя аудитория Им не важно Чем будет человек заниматься Он будет просто Ну они будут просто смотреть Это вот как Я не знаю Могу себя в пример привести У меня Квейк по 50 человек смотрел А сейчас по 700 человек смотрят Просто потому что Вот Прошло какое-то время Да И Типа Люди просто привыкли к тому Что да вот Можно посидеть Посмотреть Типа этот чувак там Известный квейкер Да Очень известный квейкер Причем параллельно Могут стримить Какие-то проигроки И все равно Ну у них нет Там вот Той самой аудитории Да Хотя казалось бы Как бы есть там Условно Я лобась Который вообще Ничего в этом Нигде не разбирается Не понимает Но это просто Моя аудитория И все Да Ну мы хотим еще Что-то подсветить По этому вопросу Или хотим уже Спросить Кирилла Почему он сегодня Такой нарядный Засмущали меня Засмущали Нет Ну По этому вопросу Даже Ну мне нечего добавить Я все свои Пойнты Которые хотел сказать Я высказал Надеюсь Роман после этого Будет с вами разговаривать Не Все в порядке Все в порядке Я с тобой Ну я же достаточно Честный Сам собой человек Если я понимаю Что я Я где-то лично налажал Или кто-то где-то налажал То я Я это понимаю Это профессионально Роман Я это уважаю Ну короче Резюмируя Через вип-камеру Резюмируя Нужен реально Регулятор А до тех пор Вся эта риторика Ты вор Нет ты Это просто базар И Стыдно Стыдно Что это происходит Много лет уже Мне стыдно Что я в киберспорте И так и происходят вещи Если честно Я просыпаюсь по утрам Пью кофе И плачу у него Соленые слезы Скатываются в чашку Я просыпаюсь по утрам Читаю, что Ньюби Забанили за 3-2-2 И думаю Ну ладно Сейчас досплю Проснусь Всем расскажу Какой сон мне присиделся Это не сон Да Это не сон Это не сон На самом деле Когда я увидел сначала По-моему Пост у Кайла В Твиттере Там что-то было с Ньюби Я такой думаю О, новый состав Ньюби Класс Потом читаю Да, Ньюби все-таки забанили Я такой Excuse me Типа Настолько Мощная организация Наверное После LGD Это вторая Самая крупнейшая организация В Китае вообще Ньюби Ну типа По количеству Там денег И Достижений Там по всему Что только можно представить Вот И тут такой Апсер вообще Дичайший Ну чем Больше денег Тем больше Может быть желание Заработать еще больше Да И нужно понимать Что в Китае Это настолько Нормально То есть Это же вопрос Общественной нормы Что У них Ну там очень много 3-2-2 То есть мы себе Не представляем Мне кажется Что мы реально здесь сидим И не представляем себе Масштабы того Насколько там Это распространено Насколько это там Дефолт Вот На самых разных уровнях От самых низких До самых высоких Это просто такая Кэжуал история Это знаете Для какого-нибудь Шведа Если мы рассказать Какого-нибудь коррупции Какого-нибудь дворца Там у чиновников Они офигеют А мы как-то уже Вроде привыкли к этому И то же самое С 3-2-2 в Китае Они как-то уже К этому привыкли Типа Ну ничего особенного Вот Вася 3-2-2 Питер 2-2 Ну нет Такого стирата Я понял что это крупнейший Наверное Вообще в истории Доты Но Я до этого не слышал Чтобы в Китае Кого-то за 3-2-2 Закрывали То есть там Разные причины Были там Закрыть этих Как их звали Вингс Там да Например Или Еще какие-то там Скандалы случались Там с ЛЖД Или еще с кем-то Ну чтобы за 3-2-2 Закрывали в Китае Я вот первый раз Такое слышал Ну смотри И тут мы возвращаемся К тезису Маши Мы что-то Никому-то Перешли дорогу Да Но на самом деле Так и есть Я понимаю что сейчас Какие-то люди У которых 400 IQ Они решат что я Что это означает Что Ньюби не надо было банить Они не виноваты И они кому-то пришли дорогу Нет очевидно Они виноваты Наряду из еще сотни команд Которые На разных уровнях В Китае 3-2-2 Но почему-то 99 команд Не пострадали от этого А вот Ньюби Дали ремнем Тем самым ремнем Которым должны бить стримеров Которые вешают баннеры И вот Ну Мы не узнаем почему так случилось То есть это интригует Это очень интересно Это какие-то политические Прямо разборки Высокого уровня Но нам не суждено узнать Я видел эту грусть У нас захвачивает Истинная грусть На самом деле Просто окей Типа чуваки За 3-2-2 шли Их побанили Мы будем сейчас Неделю обсуждать В Твиттере Что о 3-2-2 Это так плохо По делам им Мне типа это очевидно Мне не интересно Это обсуждать Мне интересна Какая-то скрытая сторона Вопроса Но Тут уже такая Мафия замешана Что она Мне кажется Очень надолго Останется скрытой А ну еще интересно Как Валфа Реагирует Потому что Забанили это Ньюби Все-таки В Китае В Китайских Турнирах А как на это Реагирует Валф Это очень интересно Вообще очень интересно Да-да Это пожалуй Я согласен с Машей Пока это самое важное На повестке дня Потому что У нас и так Некоторые Такая Ну Наблюдается Некоторые несправедливости Что кого-то За 3-2-2 банят На время Кого-то банят На всю жизнь И вот Валф Да там Южноамериканских Игроков Забанили Пожизненно А вот как они поступят С Ньюби Кстати забавно Что Ассоциация Китайских Профессиональных Команд То есть Все Вот Ты говоришь Да там Много кто 3-2-2 И они все Такие собрались И 3-2-2 Только Ньюби Вот доказательства Ну Так это и работает Ну Самый известный Случай с 3-2-2 В нашем регионе Соло То есть Камон Каждый из нас Назовет минимум 10 никнеймов Уважаемых людей Которые 3-2-2 В тот период Времени Но Пострадал Один соло Слава богу Пострадал Не Пожизненно То есть Это постоянно Происходит Почему так происходит Это Ну Это такой Рычаг давления Это реально Какие-то Политические Мафиозные Разборки В китайской Доте Что вот К Ньюби Решили этот Рычаг Приложить Очень интересно Почему Но Не судьба Маша Пора ехать В Китай Разбираться Расследование Пора ехать В Китай Как раз Там Безопаснее Сейчас Чем в России Судя по количеству Заболеваемости Вернее По объему Да Я даже не знаю Что тут Еще можно По этому поводу Сказать Самое реально Рофельное Что У них Каждый день Эти турики Просто Конвейер Турниров По 27 тысяч долларов На которых Играют типы На новых Аккаунтах Каждый турнир Новые типы Каждый турнир Новые аккаунты Которые По 3 недели Которые нельзя Нигде ничего Отследить Отсмотреть И все И этот Конвейер Он работает 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 Понимаешь Они настолько Не заморачивались В плане того Что ставки Принимаются На эти турниры Что там Даже название У команд Типа Панда Кондор Ястреб Еще что-то Вообще Не заморачивались Просто открыли Книжку по биологии За 6 класс И с первой страницы Что там было Все написали Ну серьезно Это реально Это очень забавно А тут прилетела Ньюби Парам-парам-пам И еще Я бы задумалась И пофантазировала О том О каких суммах Там идет речь Если на это Идут Ньюби То есть Какие То есть Какого То есть Здесь мы говорим Не о выживании Мы говорим Здесь просто О жадности И эта жадность Должна иметь Какие-то потрясающие Масштабы просто Ну да Ну просто смотри Если у тебя Ословный миллион Долларов на счету То для того Чтобы ты себе Такое вдруг позволил Это определенно Должны быть Да не тысячи Не две Не пять Не десять Даже тысяч на канал То есть Это очень Думаешь Ну блин Зачем мне рисковать Чем-то там Если у меня сейчас Просто в сто тысяч Раз больше В том-то да В том-то и дело Что там действительно По идее суммы Просто какие-то Космические Которые мы К сожалению Никогда не узнаем Мне кажется Слейте кто-нибудь Пожалуйста Если бы были Суперкосмические суммы То это Еще бы раньше Стало достоянием То есть Мне кажется Это надо делать Как-то системно Если бы я 3-2-2 шел Да Я бы делал это системно Григорий Человек в футболке Ньюби Ну по минимуму Типа Я бы ставил там По тысяче долларов На матч Но делал бы это Там например Каждый день Вот как ты говоришь Да там Эти матчи идут Конвейер То есть Потихонечку Потихонечку И так себе На Мазерате копишь Например Да хоп У тебя ключи Вот А если ты Много денег ставишь Это сразу Возникает Знаешь Нужно понимать Чем выше ставки Тем круче крыша Это явно был Не первый случай Когда Ньюби Такие знаешь Немножко Такой Попробовали Кончиком пальцев Эту Сатэнчик такой Залили Да То есть Чем круче попки Тем круче крыша Это знаешь Это опять же Возвращаясь К моей любимой Коррупции Мне тоже кажется Что блин Вот если бы я сидела На какой-то Коррупцион На какой-то Игле Откатов И всего остального Наверное Я бы не покупала себе Дворцы Я бы такая Тише воды Ниже дровы Сидела Поехала бы Раз год на Гавайи Отдохнуть И все было бы хорошо У меня Как люди Дворцы Строят Как они Подставляют У тебя Вообще Другой Майнсет Когда ты Оказываешься В этих условиях Ты по-другому Рассуждаешь Ты Неделю Поставишь Тысячу долларов В день А потом подумаешь Ну Что тебе Получается Можно как бы И лямчик залить Наверное Никто же не заметил Сейчас не заметят Типа Это Другого Другой Образ мышления Мне тоже Трудно его понять Я просто признаю Что он другой И он существует Дайте денег Как говорится Да Я как Представитель Ньюби Дам тебе денег Да Там еще пишут То что У Ньюби Янг Они используют Несколько Аккаунтов Безонтификации По имени Для участия В онлайн Турнирах То есть Там Это Даже Второй состав Академия Типа Такими же вещами Да Как бы Занимается Ну Я вообще Не люблю Раскидываться Да Как это сказать Безосновательными Обвинениями Поэтому я просто скажу Что все возможно А там уже Пусть люди Разбираются Ну Компетенции Кого это все Или Если есть возможность Посмотреть все эти игры Там реплеи Тогда Тогда можно Судить Короче Дети То есть Есть где-то Посмотреть Может адекват На своем канале Ну то есть У нас уже давно Пропал интерес Уже давно Перестали покупаться Парабаны Китайские лиги По-моему Только энтузиасты Это делают Короче Главный вывод Из этой истории Дети Ставить Не на себя Плохо Вот Вопрос исчерпан Я знаю Еще одну Клевую Тему Для обсуждения Как раз Было бы здорово Завершить Потому что Она довольно Такая лайтовая А то у нас Видите Тут деньги Там деньги Здесь денег нет Здесь есть только Трэш-ток Мы вот с Кириллом На самом первом Подкасте Обсуждали Косвенно задели Тему трэш-ток Я вот говорила Что то что делает Лил Это трэш-ток А когда кто-то Кого-то срежет В общем чате Это не трэш-ток Уже Это типа Что-то за гранью И как раз На прошлой неделе Случился Прекрасный случай Трэш-ток Со стороны Сейва В сторону Команды Альянс Нип и Нави И мне Интересно Было бы Послушать Что вы Об этом Думаете Нет Я Я Всячески Как это сказать Я понимаю Эту медийную Составляющую Я понимаю И Илью Прекрасно С его Поведением Но Нужно понимать Одну простую Вещь Это Действительно Хорошо Подогревает Интерес Это во-первых А во-вторых Это работает Пока ты На вершине Как только Тебе дают По щам Тебе вспоминают Каждое слово Которое ты написал Где-то Или сказал И это Таким Обалденным Бумерангом Возвращается Что можно Просто охренеть Да Но знаешь Да-да-да Но тем не менее Есть люди Которые осознанно Раз за разом На это идут И для сейва Это не первый раз Когда он еще такое позволяет Мы все помним Изи 2.0 И реально было Изи 2.0 Просто не в пользу ВП И очевидно Что ему уже прилетало То есть получается Он идет на это осознанно И вот разве это плохо Разве это кому-то вредит Кроме него самого Да нет Нет Но это наоборот Это разодоривает Это подогревает аудиторию Это подогревает интересы Вообще всех Это разодоривает команды Против которых Он какие-то вещи говорит Это делает некоторые матчи Принципиально важными Да И это Ну В плане Именно медики Меня как зрителя Я как зритель Только за Вот Все конечности поднимаю Я в восторге Но при этом Да Я прекрасно понимаю Что да Что если что-то у них У него не пойдет не так У того кто занимается Трэш-током То ему прилетит И опять же Мне как зрителю Будет интересно На это посмотреть Как человеком Камнями просто закидывает Не ну да Тут такая Двухстороночка Во-первых Это и для него Наверное Как такая Мотивационная вещь Что вот Мы вообще супер молодцы Да Там всех 2-0 А все остальные Ну для нас никто Ну то есть Это такой Способ Как-то Не то что самоутвердиться Да Но как-то поднять себе мотивацию А с другой стороны Для зрителей Действительно Это здорово посмотреть И типа Если чувак так пишет Вот я например Все время буду ждать То что человек проиграет Который так пишет Конечно Неудачник Нет ну серьезно То есть у меня вот Когда я такое вижу Все время есть желание Посмотреть на неудачу И сказать Неудача Ну с другой стороны Ну да Ну это просто Это часть шоу Это ну нужно воспринимать Именно так Да А оправдаются слова Чувака или не оправдаются Он сможет доказать это Только на поле боя Фактически И все И все будут этого ждать Так что норм Если они оправдаются Эго растет еще больше Дальше он пишет То что TI-2020 наш Этого не случается И я снова такой И TI-2020 Он уже где-то Играет в Тир-3 команде И Не понятно чем занимается Его банят за 3-2-2 Вот так вот Его банят за 3-2-2 Да Не вот просто Мне прям люди Чуть ли не в личку писали Потому что он Про Альянс плохо сказал А я знаешь Я еще тогда Я иронизировала Общаясь с кем-то И говорила что Походу я слишком много Успокоительных пью У меня настолько все равно Реально Но настолько То есть такое равнодушие Потому что я понимаю Что это Это что-то Что не зааффектит Например Моих игроков Это не аффектит Меня абсолютно Если это кого-то На дистанции зааффектит Господи Я уже вижу все эти комментарии По поводу слова Аффектить То Это только его Я пока молчу Маш, ты продолжай Да, только его Только его команду Только на них это повлияет Если в конечном итоге Это вообще на что-то повлияет И Реально Ощущение такое Что шоу Шоу мозгон И Здорово Что у нас есть достойный Приемник Лила Мне нравится Как тебе пишут По поводу Альянса Типа что-то случилось С Альянс Там какая-то история И сразу таких тебе идут Это знаешь Как когда Объявили то Что выплатят Семьям Там по 10 тысяч рублей У которых дети есть Да Дети Которые на самоизоляции сидят Все сразу ринулись В какие-то отделения В филиалы Там типа спрашивают А где деньги А где взять Вот то же самое Тебе так В отделение Сравнение В отделение Почты России Идут такие Маша А что там Альянс Что там будет По поводу сейва У нас это Общественно У нас такая Общественно-политическая Программа уже То есть знаешь У нас сравнение С выплатами Каких-то денег Детям С домашним насилием С коррупцией Среди чиновников Мафию тоже приплетали Да Ты знаешь Немного киберспорта В нашей общественно-политической Программе Я бы так сказала